Здравствуйте, Сас Юнович! Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Значит, за последнее время в вашей творческой жизни произошло немало значимых событий. Я начну с того, что ваши произведения были опубликованы в солиднейшем издании «Роман-газета», журнале «Альманахи». Помимо этого, прошла презентация вашей книги в Москве. Помимо этого, вы побывали на Всероссийском съезде писателей. Помимо этого, прошла презентация книги вашего отца, нашего известного писателя Суина Капаева. Ну, наверное, давайте обо всем по порядку. Наверное, начнем с того, как прошла презентация книги вашего отца. Мне бы хотелось узнать, знаете что, вы дорабатывали эти произведения? Мы еще несколько лет назад, лет 10 назад запланировали выпустить через каждые 5 лет по тому 3 тома избранных произведений отца. Ну, 2 тома выпустили, потом сейчас сложная ситуация, потом осложнения возникли. И вот в прошлом году собирались выпустить третий том. Они все проявили, все тома на ногайском языке. Но в процессе этого подготовки издания, ко мне многие люди обратились. Говорят, вот ногайский дом мы все читали, читаем постоянно, она у нас как настольная книга. Ну, вот и дети хотят почитать, и соседи там других национальностей. А что вы на русском языке не выпускаете? И вот так получилось, так сложилось все, что в течение месяца мы пришли к решению, что надо включить, помимо ногайских произведений, и включить перевод ногайского дома. Ну, ногайский дом я осуществил по подсрочнику, уже ранее был сделан подсрочник Фарида Сидахметова, это еще про жизнь отца. Ну, пришлось поработать, потому что здесь очень много было неточностей. Я завершил этот перевод на русский язык, потом мы собрали этот третий том, и очень быстро он вышел, вот к концу года вышел, и когда издательство делало презентации, вот в число этих книг вошел и третий том. Конечно, это приятное событие, все об этом сказали. Исас Иванович, не каждый, даже самый известный именитый писатель может похвастаться тем, что его произведения публиковались или публикуются в роман-газете. Вам это удалось, с чем я вас, конечно, поздравляю, это успех. И хочу узнать, что из вашего опубликовали? Ну, я совершенно правильно характеризовал этот момент. Дело в том, что последние 30 лет в роман-газете никто из авторов Северного Кавказа не выходил. Вот, просто не публиковался. Они вот так вот обратились ко мне, собрали вещи разных лет. Даже они собирали сами, потому что у меня опубликовано многое в Москве и в журналах. Вот, и предложили часть вещей, значит, 70-х, 80-х годов и новые вещи, какие есть. Из новых здесь повесть «Йон Бамбет, Йома Йома Йо». Повесть эта целая, это, можно сказать, о городской жизни. В первой части там известные повести, вот «Гармонистка». Эта «Гармонистка» за все время, вот, уже 10 раз переиздавалась. 10 переизданий, одна книга. Вот. Она выходила и на других языках, в других странах. Вот. И там тоже рассказы есть, которые очень читаемые. Ну, еще хочу подчеркнуть, что выход в журнале, ну, вообще в советское время, ну, когда более-менее органически проходил литературный процесс, вот, произведения отбирались именно те, которые прошли журнал, в журнале публиковались. А в журнале напечататься было очень трудно. Это там редакция была, и были критики, были маститые писатели работали в редакциях, и вот такой отбор шел. Ну, это, я очень рад этому изданию. Знаю также, что в Москве прошла презентация вашей книги, новой книги. Насколько я слышала, это пятый том ваших избранных произведений. Хотелось бы подробности узнать. Съезд союз писателей России проходил. Я и Ислам Хазирович Хубиев были избраны делегатами на этот съезд. Он как новый руководитель, я, меня, ну, избрали тоже наши товарищи, и это фактически на последних съездах всегда был. И сейчас мне тоже интересно было, вот, эти проблемы, которые подняты, поддержать, встретиться со своими друзьями, коллегами из разных областей республик нашей большой России. И вот, встретились мы, избрали Иванова на второй срок Николая Федоровича. Хороший писатель, он у нас был, вот, часто и в Донбайе был, и здесь в Черкесске был. С интересом относится к литературам нашей республики, знает многих авторов. И вот в процессе съезда этого получилось так, что Ногайская община, а там живет, может быть, я ошибаюсь, но около тысячи ногайцев живет. Они много мероприятий проводят, вот, и это мероприятие, значит, вот так вот меня оставили даже на несколько дней. Мы собрали представителей общины, молодежь пришла, очень интересные вопросы звучали там. И вот там я, эта книга уже, это четвертый том, это четырехтомное издание. Но здесь получилось так, что я, когда издал четыре тома, у меня оказались еще произведения на несколько томов. И я думаю, чтобы потом этим кто будет заниматься, решил сам вторую часть четвертого тома. Так обозначил, ну, получилось пять томов, пять одинаковых томов. И вот здесь по этому, по этому изданию было много вопросов. Там произведения, в общем-то, они раньше выходили, издавались. И со мной, значит, тему люди знали. И такой интересный разговор состоялся. Исаас Юнович, не будет преувеличением, если я скажу, что вы патриарх ногайской литературы. И, конечно, не могу отпустить вас, не спросив у вас вашего мнения, как сделать так, чтобы наша молодежь, подрастающая поколение, повернулась лицом к духовной жизни, в частности, к литературе. Общественный интерес. Когда появляется общественный интерес, а вот он у нас сейчас только, наверное, возникает, я говорю, опять-таки подталкивают вот такие крупные события, как на Донбассе, вот задуматься о будущем, вот задуматься о настоящем, чтобы из наших, значит, детей, из наших современников вырастали действительно патриотически настроенные люди. И, конечно, литература в этом плане выходит вперед. Это всегда было, и это всегда будет. Вот я думаю так. И другое, конечно, одиночно, это всегда люди, которые увлекаются искусством, литературой, они есть в обществе. Мы их не замечаем, они дома читают, вот, где-то по библиотекам ходят, вот. Но наступает все равно общественный бум такой, как в 70-е годы, вот, если помните, было так. Это при нас, вас еще, наверное, не было. Был интерес к литературе, когда появились Белла Ахмадулина, Евтушенко, это большая плеяда русских поэтов, вот, писателей, и они как-то всю страну подняли, вот, заинтересовали, да. Ну что же, Сасу Юнович, я благодарю вас за это интервью и желаю вам творческого долголетия. Спасибо вам.